Музей Слово музей, оно логичным образом происходит от слова муза. И музы, которых было штуками девять, хотя по разным источникам и в разных частях Греции по-разному это воспринимали, они покровительствовали разным искусствам. И какие это были искусства, там трагедия, комедия, танец, история. Из чего-то более-менее естественно научного там была представлена только астрономия, ей покровительство муза Урания, не самое благослуженное имя. Так вот, самый типичный музей, это музей какой-нибудь литературы, это музей при театре, можно назвать довольно типичным музеем в этом смысле планетарий. Но впоследствии начали появляться и музеи, в которых были освещены совершенно различные, нисколько даже искусства, сколько науки, появились музеи, где есть физика, биология, геология и так далее. Я сегодня, конечно, больше буду говорить о биологии в музеях, потому что это мне просто ближе, я в этом больше понимаю, но местами будет проскакивать и что-нибудь еще. Так вот, у музея есть на самом деле две равновеликие задачи. которые он реализует своими разными частями. В музее есть фонды, есть коллекции музея, и есть то, что музей показывает, или экспозиция. И мы, когда ходим в музей, то нам кажется, что вроде бы как самое главное в музее – это экспозиция. Но это на самом деле неправда. Самое главное в музее – это фонды. То есть музей – это прежде всего место, которое сохраняет что-то для будущих поколений. Иногда музей может хранить самые элементарные вещи, которые сегодня всем кажутся просто обыденными. Но тем не менее, никто не знает, что будет через 50 лет и где, кроме музея, эта вещь останется. Вот сегодня уже, например, довольно проблематично найти аудиокассету с пленкой. Хотя вроде бы аудиокассеты эти с пленкой, они были совсем недавно, я их там на карандаше крутил. А через 50 лет я даже не знаю, где мы найдем уже эту аудиокассету с пленкой. Поэтому это все надо сохранять. Ну и, конечно, это надо и показывать, в общем-то, людям тоже. То есть это задачи две равновесные. И вот примеры фондов. То есть лежат вот такими штабелями в ящиках попугаи, лежат насекомые, их огромное число. Зачем они там лежат? Это все не показывается посетителям. А это там нужно для того, чтобы туда могли приехать, например, исследователи, этих 57 попугаев из коробок вытащить, померить, какая у них длина клюва. Какой из этого можно сделать вывод? Не сразу становится очевидно, но, тем не менее, это утрировал, конечно. Вот эти коллекции, которые хранятся там для научных исследований, это очень важно. Ну или вот пример того же, что хранится там в банках, в формалине, в спирте. То, что в сухом виде нельзя хранить. И на самом деле экспозиции многих музеев, они изначально шли примерно по тому же пути, что и фонды. То есть это тоже были какие-то экспонаты, которые по полочкам как-то разложены. Да, это экспонаты немножко не в таких банках или не в таких ящиках. Они стоят таким образом, что их видно за стеклом. Они, к ним имеются надписи не такие, которые там прочтет только хранитель или только исследователь, а те, которые прочтет кто угодно. Но общий принцип, он примерно такой же. И зайдя во многие наши музеи, например, в тот музей природы, который есть в Харькове, вы можете очень много там увидеть экспозиции, когда действительно вот что-то рядочком такое в шкафу застекленном стоит. И, соответственно, из вот такого принципа формирования экспозиции, когда какие-то экспонаты стоят там в стеклянных шкафах или на каких-то таких постаментах исходят. И вполне понятная позиция музея. Не дай бог этот экспонат ценный повредится. Также его нельзя трогать руками, фотографировать. И все это объективно действительно нельзя. И там обязательно будут такие милые сотрудники, которые вам об этом напомнят. И это вот вполне понятно, потому что эти задачи, показать этот ценный экспонат при такой экспозиции и его сохранить, они друг другу прямо противоречат. И вот из этой ситуации как-то современные музеи пытаются выбираться. Возникает вопрос, как? И у них на самом деле есть множество проблем. И неудачные чучела, как в данном случае, это не самая большая проблема, хотя и такое бывает. Проблема состоит в том, что музеи временами проигрывают конкуренцию. С чем же они конкурируют? Если раньше для того, чтобы увидеть льва, надо было пойти или в зоопарк, в том местности, где львы не живут, естественно, или пойти в музей и посмотреть на чучела льва, то сегодня интернет и телевидение дают такое богатство материала, видео с этими львами, что никуда уже идти не нужно. То есть можно набрать на компьютере чего хочешь, и тебе покажут это во всех ракурсах. И гораздо интереснее это видеоролик из жизни львов, чем чучела льва в музее, с одной стороны. С другой стороны, есть множество мест хороших, куда можно пойти, помимо музея. Можно пойти в торгово-развлекательный центр, и там что-нибудь и приодеться, и купить, поесть, и на коньках покататься, значит, и в кинотеатр сходить. Или же вместо этого пойти в музей, где стоит чучела льва. Вот что вы выберете? Тут как бы этот вопрос, каждый отвечает на него для себя сам, но со временем все большее количество людей начали отвечать как-то не так, как хотелось бы в музеях. И в связи с этим музеи постоянно меняются и обновляются. И вот немножко расскажу, что же там есть. Ну, во-первых, в музеях, это давняя традиция, что в лучших музеях всегда понимали, что там должно быть не только с научной точки зрения все грамотно представлено, но еще и как-то производить какое-то эстетическое впечатление. И, например, вот тут экспонаты выставлены не просто в рядочек, а они все-таки вот идешь и уже видишь, что эти все животные, но они формируют какую-то композицию, на которую еще и красиво при этом посмотреть. Ну или классическая история из Парижского музея, вот этот знаменитый зал со скелетами, который во многих фильмах снимают скелеты разнообразных животных. На переднем плане стоит самое главное для нас животное, человек. И помимо чисто просветительской функции, ну тут еще что-то такое сразу задумываешься. Или вот то, что сделали недавно в музее микроорганизмов в Нидерландах. В Нидерландах фактически вот эти чашки Петри или какие-то их макеты, я не знаю в данном случае, насколько они настоящие, показывают богатство колоний и микроорганизмов. То есть это не только познавательно, но еще и при этом красиво. Ну иногда какие-то более хитрые художественные ходы. Например, тоже в Нидерландах музей, который состоит, ну музей или не музей, потом расскажу, состоит из двух частей. Одна часть это там, где вход, гардероб, касса, магазин. А вторая часть это там, где экспозиция. И надо из одного здания в другое идти по переходу. И в этом переходе стоит два чучела-носорога. Но они как бы не просто стоят, а они как будто бы идут. И ты идешь вместе с ними. Это чисто такой подход эстетический, то есть как бы покрасивее, чего в музее поставить. Есть подход, который у нас, кстати, довольно широко применяется. Это подход, когда не просто отдельный экспонат стоит в шкафу, а когда из этих экспонатов пытаются что-то собрать такое интересное. Ну вот панорамы птичьей базар, которые есть и в Петербурге, и у нас в Харковском музее такая есть, они довольно полно эту задачу отражают. Более того, там можно еще включить такую кнопочку, и будут эти птицы все мерзко кричать из динамиков еще. Или же можно, как у нас сделано во Львове или в Берлине такое же, какие-то композиции, показывающие какие-то живые моменты. Например, синантропные животные, которые возле каких-то мусорок можно встретить. Тут и крысы, и голуби, и грач. Значит, все это может быть. Вот вроде бы, что там стоит поставить в музее мусорку с чучелом грача, но на самом деле это тоже должно было пройти время, прежде чем в музеях до этого додумались. И вот от музеев постепенно возникло в развитии этих тенденций такое ответвление, как эксплоратория. Собственно, устоявшегося названия у этого формата учреждений даже и нет. Эксплоратория – это просто то, которое мне больше всего нравится, от английского to explore. Иногда называют еще научные центры, хотя тут не очень понятно, центр, какая там наука, что этим словом можно назвать. Это такой музей, который вроде бы и музей, но фонды там – это вообще не главное. И там даже фондов может толком и не быть, или же то, что там представляется, оно может самостоятельной, прямо научной ценности иметь, и не очень большой, но зато оно очень с удачными экспозициями. Что я имею в виду? Прежде всего, эксплораторий – это место, где показывают эдакие научные чудеса. Известная фраза, что любая достаточно развитая технология неотличима от магии. И действительно это так. То есть там показывают такую магию на научный манер. Начинается это все с того, что эксплоратория иногда и сами выглядят, как нечто такое, что-то. Например, универсум в Бремене выглядит, как такая врезавшаяся в землю летающая тарелка. Но я не знаю, что они пытались тут сымитировать. А Немо в Амстердаме выглядит, как корабль, который стоит в порту. В общем-то, там он и находится. И внутри мы видим всевозможные чудеса научные из области физики, химии, биологии. Всякие фокусы с жидким азотом, конечно, очень популярны. Разноцветные тени или что-нибудь на тот же самый манер. То есть цель этих всех экспозиций – это, прежде всего, привлечь внимание и для того, чтобы посетители задались вопросом, а как же это вообще такое бывает? Как это тень цветная, как это жидкий азот и как это все? Или некоторые нацелены просто на то, чтобы зацепить аудиторию. Как, например, вот эта экспозиция «Цепная реакция», когда много таких видео в Ютубе, какие-то вещи поочередно друг друга цепляют. Катится какой-то шарик, он падает, нажимает на рычаг, что-то приводится в действие, крутится, вертится и так далее. Оно все друг друга цепляет по принципу домино. И это все продолжается 15 минут. Очень интересно за этим бывает наблюдать. Ну а потом немножко еще объясняют, какие тут физические принципы положены в основу. Следующий принцип, который в экспораториях доминирует, это наглядность. То есть минимально всего должно быть просто пояснено текстом или гидом, или еще кем-то, а максимально должно быть все показано. Причем это применимо к самым разным областям и к анатомии, где есть какие-то макеты, из которого можно вытащить часть или по слоям посмотреть, как человек устроен. И вот, например, тоже в микропе, но я не мог это не вставить в презентацию, естественно, это вот макет гигантской тихоходки. Она, кстати говоря, не очень похожа на настоящую по ряду признаков, но тем не менее можно рядом с ней сфотографироваться. А вот этот замечательный экспонат, он как бы нам намекает на то, что мы полностью покрыты микробами. Ну так оно в общем и есть, только можете радоваться, что микробы не такие большие на самом деле. Или же идешь себе по этому экспораторию, по научному центру, и вдруг видишь, сидит какой-то дядька, рядом с ним такая ассистентка, или кто там студентка, и они вскрывают летучую мышь. Вот так вот запросто. Идешь мимо них, они ее вскрывают. Ты идешь. Можно, если устал идти, присесть тут на лавочках, посидеть, посмотреть, как они эту летучую мышь вскрывают. Или же можно посмотреть просто либо на экране, либо подойти и мешать им задавать всякие вопросы. Значит, отвлекать их от основного дела. Некоторые из экспозиций, на наш взгляд, честно говоря, слишком наглядны. Вот мы на самом деле в нашей стране не готовы к чрезмерной наглядности. Это прям я ответственно могу заявить. Примеры. Вот к чему мы не готовы. Например, мы не очень готовы пока к тому, чтобы увидеть в музее разлагающегося жирафа. А в Нидерландах это совершенно нормальное дело. То есть там, когда в зоопарке погиб жирафенок, его поместили в такой герметичный хрустальный гроб, как это можно назвать. И там была тема разложения под действием микроорганизмов. Это музей микроорганизмов. И вот разложение – это тот процесс, в котором они активно участвуют. Не знаю, хотелось бы ли вам походить возле разлагающегося жирафа, но, в общем, там он был. Или вот экспозиция, которая пользуется у детей большой популярностью. Значит, это часть экспозиции, довольно большой, я тут всю экспозицию уже не стал вставлять, посвященной сексуальному воспитанию. Где вот на таких манекенчиках, которые художниками часто употребляются для каких-то целей, подробно показано вся кама сутра в действии. Можно посмотреть и ознакомиться. У нас бы такое, скорее всего, не поняли. Следующий принцип – это интерактивность. То есть это когда можно не только посмотреть, но и как-то непосредственно поучаствовать в процессе. Ну, к последней теме это не относится, я думаю. Которую я назвал. Это на других примерах в основном. Ну, например, космический центр во Флориде, такой стоит автомат, а в автомате лежит кусочек Луны. Можно взять и кусочек этот Луны потрогать. Не просто на него посмотреть, там, почитать, посмотреть на фотографию, как там кто был на Луне. Берешь Луну и трогаешь. Или вот, например, стоит автомат. Значит, и там можно, так сказать, делать ставки. Вот кто придет к финишу первым. В данном случае тут был розыгрыш между горностаем, кажется, и уткой. Вот кто доберется до финиша первого. А все исходные данные даются. То есть сколько оно весит там, с какой скоростью передвигается. И вот делаешь какую-то ставку, а потом нажимаешь на старт, и они там, эти кружочки, идут, и кто-то приходит к финишу первым. Можно посмотреть, угадал или не угадал. Или вот еще. Стоит такой шар, глобус, и в нем есть отверстие для наушников. Втыкаешь наушник, в одну дырку звучит одна информация, в другую звучит другая. А параллельно загорается такое табло сбоку. И в тот момент там была экспозиция жеста людей в разных странах, и что они значат. Естественно, я, когда туда пришел в первый раз, то, естественно, первая дырка, в которую я воткнул наушники, была, естественно, в Украине. И что же я там увидел? Загорелась на панно вот эта центральная картинка с девушкой. И вот жестов там много, это только часть огромного-огромного панно. И вот девушка из Украины показывает дулю. Так что вот вы те смотрите, кто будет смотреть это на Ютубе, вот вам, так сказать, дуля из Украины. Или же можно, так сказать, ну не обязательно все трогать руками, там, собственно, можно ощутить разными частями тела, так сказать, всю интерактивность музеев. Вот, например, такой диванчик, значит, с разными поверхностями. Вот, это часть темы образовательной осязания. Еще один пример. Полет птиц. Как его смоделировать? Стоит такая, значит, птичка на рычажке. И подходишь, и сбоку есть ручка такая, которую можно крутить, как у шарманки. И вот эта ручка крутится, крутится, и постепенно там начинает работать вентилятор. Этот вентилятор дует на птичку, и птичка на рычажке, по-моему, еще подъемной силой, соответственно, крыла, поднимается. Ну, или, если хотите узнать, как работают мышцы, да, то и кости наши, то вот подойдите к этой экспозиции, потяните за рычаг, а параллельно с вами там же потянет и такая костяная рука, а параллельно еще и вот такая вот картинка с молекулами актина и миозина вам покажет, что там на уровне мышц происходит. Ну, еще там много сопроводительного, конечно, есть текста, но главное там вот именно эта демонстрация. Ну, или полномерный такой же вариант с такой лодкой весельной, там где сбоку от вас сидит скелет и повторяет ваши движения. Тоже довольно любопытно. Есть там и для совсем маленьких, и для тех, кто постарше. Вот, например, хотите вы узнать о движении континентов, да, потому что континенты-то ведь они не всегда были на тех местах, где они сейчас находятся, они там перемещались. Вот там есть такая, значит, стол, и по нему можно двигать вот эти вот континенты и по образцу собирать их, как они есть сегодня, как они были 50 миллионов лет, 150 и сколько угодно. Довольно познавательно, кстати говоря, значительно лучше запоминается, все, чем если просто по учебникам это читать. А самое мое любимое, самое любимое, это, конечно, вот это. Это такая машина, которая рассказывает детям про фотосинтез. Сложная тема фотосинтез, не очень приятная, честно говоря, для изучения. Вот машина, она выглядит, как такой зеленый листочек и такой вот пульт управления. Значит, и там пять кнопок. Надо нажать некоторые из них и указать, что необходимо растению для того, чтобы осуществить фотосинтез. Но тут они у меня разными цветами подсвечены, вообще они, конечно, все одного цвета. Да, и вот надо нажать правильно вода, углекислый газ и свет, и нажать кнопку пуск. И тогда, значит, эта машина начинает мерцать, и если неправильно нажать кнопки, то она издает такой противный, такой сигнал, такой вот. А если правильно нажать, то машина начинает так красиво, этот листик так мерцает, и сбоку он выдает, внимание, сбоку он выдает пачку с сахаром, с глюкозой, которая является конечным продуктом фотосинтеза. С одной стороны, вот они, вы все ввели и получили конечный продукт фотосинтеза, а с другой стороны, добрый вечер, товарищ Павлов, с условными рефлексами и подкреплением при помощи сахара. То есть как элегантно все решено. Вот эта красота мне и нравится. А вот это то, что у нас тоже бы вряд ли поставили, значит, с точки зрения интерактивности. Смотрите, это такая хитрая экспозиция, хотя технически она очень простая. Такая вот, значит, коробка, да, вот вам тут не все видно, потому что тут, если сильно темно, я поясню. Такая вот коробка, значит, в ней есть такие вот как бы рукава, куда можно руку засунуть, да. Вот стоит там один какой-то пацан, стоит какой-то другой пацан, значит, и можно засунуть туда вот эти вот две руки. А на самом деле, что это такое? А это такая экспозиция, которая показывает детям, что такое настоящий поцелуй. Вот, чтобы вы понимали. Значит, и в ней же, в общем, можно еще и поучаствовать вот таким странным образом, да. Ну, наука своими руками может быть не только такая, да. Не только в этом смысле можно сделать науку. Поясню, значит, в эксплораториях еще иногда советуют приобщиться к какому-то научному процессу. Если это для детей поменьше, то они просто сидят за столом, и вот, например, тема у них там динозавры, да. Вот у них там разные макеты этих динозавров, за столом они сидят, и вот у них есть такие тазики. И в этих тазиках они лепят такие со специальной глиной отпечатки динозавров, да, и каждый потом себе домой забирает такой отпечаток того или иного динозавра, такое приобщение к палеонтологии. Для тех, кто, так сказать, как-то иначе себя видит тот же самый процесс, есть другой вариант. Песочница. Можно покопаться в песочнице, откопать там макет чьей-нибудь кости. При этом надеть специальную шляпу, вооружиться настоящей киркой, кисточкой там, и вообще почувствовать себя молодым археологом. На самом деле довольно занимательно. Ну и вообще говоря, есть и действительно имитация настоящих лабораторий с вполне себе, в общем-то, химическими, физическими, биологическими различными опытами, где к каждому ребенку представляется там инструктор, который вместе с ребенком тоже наряженным в халат, в очки, все как полагается по технике безопасности, проводит какие-то простейшие эксперименты. А для тех, кому в такие вещи играться уже поздновато, вот мне как-то было, ну я вообще тоже мне хотелось зайти в эту лабораторию, чтобы мне тоже что-нибудь показали, какой-нибудь эксперимент такой для детей. Но я как-то подумал, ну вот там сидят все всякие дети там по 5-7 лет, и я туда припрусь. Думаю, да нет. Значит, я прошел мимо, и я нашел для себя вот какое развлечение. Значит, стоит такой диванчик, довольно удобно было на нем сидеть, значит, там рядом пристегнут цепочкой значит iPad, да, и стоит такая вот цилиндр стеклянный с различными ракушками. Вот выбираешь там ракушку, значит, вертишь ее в руках сидя на этом диванчике и пытаешься по определителю на iPad вообще определить, что это такое. Довольно на самом деле, да, и при этом еще занести это в какую-то еще базу данных, и вот все, кто там по проектному эксплуатторию проходит на этом диванчике сидит, все они в эту общую базу данных чего-то заносят. И вот завершающий, собственно, вопрос. А что же у нас? Потому что я в основном показывал картинки какие-то из Нидерландов, из Германии, есть замечательный Коперникус в Польше, есть много чего в Америке. А что же у нас есть? А у нас есть таки что-то, но есть. Например, у нас есть в Киеве заведение экспериментаниум. Кстати, некоторые слайды, которые я показывал в лекции, уже были оттуда. И, кстати, в Киеве сейчас собираются открыть еще второй эксплуатторий на этот раз, то ли муниципальный, то ли при каком-то уже учреждении образования для него там тоже готовится сейчас место. Есть музей интересной науки, очень похожий на него по организации в Одессе. Есть, кстати говоря, очень интересный эксплуатторий, правда он такой узкотематический, я даже не ожидал такого, в Киеве. Называется он водно-информационный центр. И я как-то думал, ну я приду, и там будет такой зал, там будут в стаканах вода стоять рядами такие на столах. Ничего подобного. Это оказался самый настоящий эксплуатторий. Он находится в водонапорной башне. Там есть совершенно какие-то уникальные экспонаты. Ну не только гигантский унитаз, конечно, это просто попало. Там что-то течет постоянно по трубам, по каким-то водопадам. Значит, куча экспериментов там можно провести. То есть настоящий, правда, тематический такой эксплуатторий. И есть, собственно, эксплуатторий у нас в Харькове. Называется он Ландау-центр. Организован он университетом Каразина. До лучших образцов эксплуатторий, там американских, европейских. В общем, далеко, конечно, как и нашим, практически всем украинским. Но, тем не менее, значит, он существует. Некоторые любопытные вещи, вроде комнаты Эймса, иллюзия такая, искажение пространства, там имеются. Я в свое время, когда Ландау-центр открылся, тоже как-то так эта идея всей загорелся. Несколько экспозиций там даже каких-то сделал. Начиналось все с того, что мы там делали какую-то экспозицию, посвященную летучим мышам. И что там только не было на этой экспозиции. И какие-то интерактивные элементы, образовательные и так далее. И после этого еще делал я экспозицию там, посвященную проблеме консервации. То есть сколько из разных способов поддержать, на самом деле, какую-то органику длительное время в таком стабильном состоянии. И путем засушивания, добавления каких-то реагентов и так далее. И вот эта экспозиция, детям она была не очень интересна. Зато вот родители, которые приходили с детьми, они вот возле этой экспозиции там залипали, значит, и задавали там обычно множество вопросов. Что подчеркивает, что на самом деле научные музеи и эксплоратории, они работают не только для детей. Они должны работать для разных слоев населения. И вот я это попробовал. Мне, в общем, понравилось. И если у вас когда-нибудь будет такая возможность и желание поучаствовать тоже в работе эксплораториев, я вам это рекомендую. То есть для популяризатора науки это должна быть одна из, в общем, основных площадок его работы. Ну и завершаю я такой картинкой из Киевского музея природы. Вот полюбилась она мне с этой рыбой. На самом деле рыба такая крошечная, и она меньше, чем этикетка, которая к ней прилагается. Вот чем-то она мне в душу запала. А что запало в душу вам с моей лекцией, я не знаю, но что-то, надеюсь, запало. Спасибо за внимание. Евгений Александрович, спасибо большое вам за эту замечательную лекцию. Потому что вообще плачевное состояние всех музеев на постсоветском пространстве, особенно в нашей стране, оно очень сильно напрягает всех людей, которые связаны не только с музеями естественной истории, но и всеми остальными. Потому что иной раз это сделать довольно просто. То есть для этого не нужно очень много чего-то такого специфического. Но тем не менее этого не происходит. И какое, вот вы видите, наше будущее с этим? То есть что нам делать вот конкретно сейчас? То есть мы можем как-то поучаствовать в том, чтобы наши музеи стали лучше? Или нам нужно просто забыть и просто ездить в Польшу и смотреть, как это там сделано? Ну, наши музеи, они в каком-то смысле местами и становятся лучше. Потому что другое дело, что этот процесс, он идет слишком медленно и гораздо медленнее, чем нам бы этого хотелось. Ну, на самом деле, вот по поводу эксплораториев. Ну, 10 лет назад у нас никаких эксплораториев не было вообще. В то время, как они, в общем-то, уже существовали за границей. Сейчас они у нас есть. Ну, можно сравнивать их с заграничными образцами и видеть разницу. Но тем не менее они существуют и работают. В музеях тоже местами делаются какие-то новые экспозиции. Но, конечно, проблема тут, на мой взгляд, состоит не только в деньгах. Хотя, безусловно, что научный музей современный – это очень дорогое дело. А и просто вот в недостатке людей, которые очень-очень бы хотели воплотить какую-то свою идею. Потому что очень часто, ну, есть соблазн в музее, скажем так, вот немножко тоже законсервироваться иногда. Хотя я, в общем, знаю многих людей… И в Харькове есть хорошие примеры таких музеев. Нет, нет. Ну, я знаю многих людей, которые работают в музеях и при этом очень прогрессивные. Но просто есть люди, например, которые работают в музее, да, и они очень там занимаются в музее много работой с фондами и научной работой. Но, например, экспозиция, ее обновление, ну, так их, например, меньше интересует, да. Или там еще какая-нибудь ситуация. Ну и, в общем, это комплексная проблема на самом деле. Вот что, кто виноват, что делать и как нам дальше жить – вопрос сложный. Но, на мой взгляд, ситуация местами движется в лучшую сторону. А может дело в менталитете, что, в принципе, ну, богатые и развитые страны Европейского Союза, они просто вот привыкли делать музеи. И вот поэтому они… Это часть культуры, которая дальше… Да, да, да. Вот это вот вся логика, да, у богатых и развитых стран они там привыкли много всего делать. Я ее знаю, отчасти она справедливая, но тут верно и обратно, что, так сказать, богатые и развитые те страны, в которых развивается наука и образование. То есть это двусторонний процесс. И где здесь начало, где конец, у этой палки вопрос с формой. Продолжение следует...